Дорогие друзья, здравствуйте. Надеюсь, меня слышно. Мы делаем в нашем новом формате, традиционном нашем новом формате, вебинар на такую очень важную, актуальную тему. Мы сегодня будем говорить о гражданстве Гренады, точнее о возможном или вероятном ее скором закрытии. И я с удовольствием представляю наших экспертов. Это Софья Силина, директор компании Apex Capital Partners по России и СНГ и основатель компании Apex Capital Partners Нурикатс. Нурикатс, здравствуйте, вы нас видите, слышите? Здравствуйте, слушаю. Вы меня слышите? Да, мы вас видим, слышим. Софья? Отлично. Да, все хорошо. Добрый день всем. Все, отлично. Здравствуйте, дорогие друзья. Я сразу покажу вот один волшебный лист. Он, к сожалению, у меня так постоянно в эфире не будет. Вот все вопросы, которые есть, вы можете задавать вот в этом нашем чате. Прям чат. Выбывается, соответственно, по ходу дела я эти вопросы буду видеть и нашим экспертам передавать. Значит, наш вебинар сегодня проходит немножко, скажем так, в полевых условиях, но и ситуация такая, что, в общем, тянуть дальше, что называется, нельзя. В двух словах буквально скажу. Известно, что возможности иммиграционные, с точки зрения инвестиционной иммиграции для граждан России и Беларуси в последний год активно сокращаются. До недавнего времени, вообще в мире существует пять основных программ гражданства карибских стран. Все перечислять сейчас не будем. В настоящий момент россияне могут обращаться с заявлением, ну, работать, скажем так, только с одной страной. Это страна Гренада. И вот происходят изменения, они происходят буквально на наших глазах. Нури, вы, это с места событий. Это совершенно видно по вашему замечательному бэкграунду. Что произошло, насколько все это серьезно и так далее. Пожалуйста. Коллеги, я пока вот так поддержу еще разочек. Прям чат, здесь вы можете задавать все вопросы Софьи, Нури. Запись вебинара, безусловно, будет. Мы ее опубликуем в Телеграме, но это уже будет чуть позже. Пока приму эфир. Пожалуйста. Нури. Я, к сожалению, не на Гренаде сейчас, я на Антиге, где я живу. Но я был на Гренаде на эти выходные. И, к сожалению, новости не самые лучшие. Коллективный Запад, как это называется в России, закручивает гайки на всех русских по всем возможным вопросам. И, к сожалению, по вопросам гражданства по инвестициям. Несмотря на то, что все страны карибских хотят продолжать работать с русскими, и премьер-министры мне лично это говорят, они бессилы тут. На эти выходные, и эта открытая информация, которая в прессе, это не то, что я такой умный, вызвала, ну, вызвали всех премьер-министров Госдепартамента Америки, вызвали их на встречу. И у них не было выбора, они приехали на встречу. И в эту субботу, именно в эту субботу. И, к сожалению, им сказали, что некоторые хотели открыть свою программу для русских опьяц. Они закрыли в прошлом году, и они хотели открываться еще раз. К сожалению, им сказали, и очень грубо говорили об этом. И еще раз, не из-за того, что у меня инсайдерская информация просто понятно было, кто там был. Были там люди, которые отвечают за терроризм. Они даже боятся, что русские будут совершать. Ну, они не боятся, это просто пропаганда. И они настаивают на то, чтобы перестали принимать русских, к сожалению. Результат такой, что на самом деле единственная страна, которая активно принимала русских, продолжала принимать русских, понятно, что им придется закрываться. Я, из-за того, что я был прямо в этот день в Гренаде, и я, конечно, общаюсь со многими государственными деятелями из всех стран Карибов каждый день. Информация такая, что хотя официально никто не заявляет и не будут заявлять пока, Гренада закроется. Я думаю, что я не думаю, я знаю, что сам премьер-министр правительства Гренады не знает дату еще. Они еще не решили прямо какую дату, но примерно мы знаем, что закроется до конца месяца. До конца марта? До конца марта. Возможно, что раньше. Нет гарантии, что это действительно до конца марта. Идут слухи, я даже читал и видел на Facebook риэлторские агентства в России распространяют слухи о том, что до конца марта они от кого-то что-то слышали. но от первых источников, очень первых источников, мы знаем, что настроение у правительства Гренады закрыть программу до конца месяца, но возможно, что будет раньше. Они еще понимают, что многие готовы документы, многие в процессе. и то, что пока устно они дали это только устно, они дали нам уверенность в том, что те, которые успеют поддаваться, что они до конца доведут их дело. я правильно понимаю, что когда вы говорите о закрытии программы, имеется в виду не закрытие программы как таковой, а просто не будут принимать программы. работают, у нас просто много зрителей не из России, соответственно, здесь таких изменений нет. На самом деле, то, что была сделка, я не был в комнате, но от тех, которые были в комнате, в принципе была сделка. Европа очень не любит эти программы. Америка обещала помогать Европе, чтобы были слухи, ничего официального и далеко ничего официального, что Европа хочет очень сильно наезжать на эти программы, на эти страны, чтобы они закрыли программы. И на эти встречи Америка обещала, что она будет помогать договариваться с Европой, чтобы оставили программу. И честно говоря, если действительно они помогут, то это хорошая сделка для стран. Не будут принимать русских, но будут принимать кучу других. Единственное, что кто верит Америке, что они действительно помогут, это я очень сомневаюсь. Не будет первый раз, когда они обманули этих стран. Понятно. Так что скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, но ведь собственно сама процедура подачи гражданства, она состоит как бы из двух основных частей. Вы должны успеть податься, а потом уже происходит. Это не значит получить гражданство. Это пройти процедуру, которую они бы прошли по-любому. Есть процедура, сложная процедура, это процедура проверок всяких разных ни Гренады, ни другие страны не принимают просто всех, они принимают только тех, кому они доверяют, что у них источник денег чистый, что они сами без криминала, без всяких проблем. Будет такая же процедура, как и всегда. Ничего не меняется. Хорошо, давайте продолжать. Я скажу последнее, что они тоже решили, что они будут пересматривать этот вопрос через полгода. Не только относительно россиян, относительно всех? Нет, относительно россиян. и возможно в зависимости от геополитической ситуации в мире. Это как раз понятно. Ну, то есть правильно ли я понимаю, точных дат нет. Возможно, не будет даже официального объявления. Не, будет официальное объявление, на самом деле будет объявление более вероятно все пять премьер-министров сделают совместное объявление. Идет сейчас процесс, они договариваются об этом. Им тоже неприятно, что на них так сильно давят, и что они обязаны делать то, что им указывают. И они как-то должны выходить из этой ситуации с хотя бы с идеей, что они независимы страны. Они должны делать все, что им указывают. Но, к сожалению, тут даже еда из Америки. Америка может закрывать все тут. Запомните, какая погода у вас. Погода международная. Погода хорошая, море хорошее, но, к сожалению, банковская система зависит мировая и что зависит от Америки. Понятно. Ну, спасибо, не прощаемся. Наверное, еще пару вопросов ближе уже к завершению нашей вебинара задам. Софья, вы с нами, подключайтесь к видео. Где-то вы были, вы раз пропали. А вас видно или только слышно пока? Я себя вижу. А, вы себя видите, это может у меня что-то такое, но надеюсь, что вас видят в любом случае. Давайте тогда задавать буду вам вопросы. Что это означает реально для тех, кто подавался, кто подается, что делать, скажем, такой общий вопрос. Для тех, кто подался и находится на разных стадиях проверок, либо в дилеженсе, либо в банковском комплайенсе, а в Гренаде две стадии проверки сейчас. В общем-то, беспокоиться не о чем. У вас все-таки не видно. Попробуйте выключить, может быть, камеру и включить. Да, хорошо. У вас нет. А сейчас? Вот теперь видно. Все, отлично. Итак, те, кто находится в обеих стадиях проверки, не должны беспокоиться. Я вижу по подключившимся есть много наших существующих клиентов, которые, наверное, не доверяют нашему персональному общению, хотят еще послушать наш вебинар. Но мы говорим всем одно и то же, потому что у нас есть установленная позиция по этому поводу, поэтому нигде никаких скрытий информации нет. Те, кто находятся внутри, дойдут до конца. Те, кто находятся в дью-дилиженсе, совсем могут чувствовать себя уверенно, потому что они уже в основной стадии проверки. Но и с теми, кто на банковской стадии, также не должно ничего случиться. Вот те, кто сейчас только раздумывают о том, чтобы податься и долго. На самом деле у нас вся наша структура внутренняя состоит из волн, волн ажиотажа. Вот прошлая волна ажиотажа началась 24 февраля 2022 года и закончилась она где-то в таком объеме к маю 2022 года. Потом был просто поток, а вот ажиотаж он был первые три месяца. Сейчас, потом было после 21 сентября 2022 года такой же пик спроса. И вот сейчас, когда Гренада объявила о том, что программа закрывается. Почему люди, которые уже приняли, сформировали решение тогда еще, 24 февраля 2022 года, не приняли его до конца или не дошли до конца для того, чтобы подписаться с нами или с любым другим агентом, выбрав программу, а тогда на момент 2022 года программ было больше, когда и Черногория была, и еще какие-то страны из Карибских были открыты. И не начали эту процедуру, одному Богу известно, к сожалению, таких людей много. И вот сейчас мы получаем шквал звонков все по поводу того, а можем ли мы еще успеть в последний вагон впрыгнуть. Вот эта вот тема она немножко дежавюшная такая. Ну, дежавюшная, но проблема это все в том, что там через какой-нибудь месяц этой темы вообще на повестке дня уже может не быть. Поэтому давайте по поводу вот можем ли, что значит успеть, во-первых, и во-вторых, что для этого нужно сделать. Успеть формально это что значит по вашему ощущению? Успеть формально это значит... Вопрос вот напишу вот прианчат в Телеграме прианчат. Друзья, если есть какой-то вопрос, какое-то уточнение нужно, задавайте, обязательно сегодня обсудим. Пожалуйста. Да, закидывайте нас вопросами, мы здесь для того, чтобы на них ответить в прямом эфире. Чтобы успеть, нужно хотя бы позвонить, прислать свой паспорт на предпроверку, сделать нам предпроверку, понять, что вы не ПЭП, не политическое лицо, не криминальный человек, готовый идти в программу, проговорить с вами, первичную сделать консультацию, вычленив все моменты, нюансы, проблемы по истории происхождения средств, найти пути решения, заключить договор, это все делается в течение нескольких часов, поверьте, мы сейчас в ускоренном режиме все это делаем, и собрать несколько документов сначала. Из нескольких документов я имею в виду паспорт русский, паспорт русский внешний, паспорт русский внутренний, нотариально заверенный, переведенный, апостелированный, это все можно сделать за три рабочих дня, да, это будут стоимости, которые умножены на пять, от обычных стоимостей подобных компаний, которые занимаются пастелированиями, но это сделать можно, справки о несудимости тоже можно сделать за один-три рабочих дня и так далее, все документы, главное, чтобы они были на руках, можно оформить быстро. С нашей стороны должны быть сформированы несколько государственных форм по ответам, полученным от всех вас, как правило, основная форма это Source of Wealth Form, форма, свидетельствующая о легальности происхождения средств, где главный аппликант пишет на русском, а мы переводим, интерпретируем, как нужно под подачу, историю происхождения средств с момента начала трудовой деятельности. Это такое сочинение на тему, как я пришел к сегодняшнему уровню дохода, как я стал тем, кем я есть на сей момент. Ну и плюс активы, показать заработки, заказать выписку из банка за 12 месяцев. Это мы можем досылать, но вот основные два паспорта и государственные формы, а также квитанция об оплате коммунальных услуг из места проживания человека, который свидетельствует о фактическом месте проживания, это обязательно минимальный пакет. Потом у нас будет еще пару недель для досылки информации и на банковский комплайенс, что самое основное, чтобы не пугался никто, нужно отправлять блок основных документов только по главному аппликанту. Всех остальных членов семьи, кого главный аппликант берет с собой, мы сможем доделать, доготовить, дослать в течение некоторого времени. Для этого суеты такой не будет. У нас будет месяц плюс для того, чтобы это все доделать. Потом пройдет банковский комплайенс, документы переедут дилеженс, там уже все будет спокойнее еще раз. Но те, кто будут долго думать, просто мы физически не сможем загрузить уже в систему, потому, как сказал Нуре, мы не знаем отправной точки X, когда выйдет официальный релиз об остановке при нема русских. Первый вопрос, который поступил к нам, еще раз, уважаемые зрители, прианчатся в Телеграме, пожалуйста, можете отправлять вопросы. Первый вопрос, который поступил, все-таки о реальных затратах на облачение гражданства на семью из четырех человек, инвестиции, комиссию, агентство, проверка на благонадежность и прочее. Как это, с точностью до доллара, наверное, не надо, но как примерно это можно объяснить? Во-первых, четыре человека бывают разные, это бывают муж, жена и два родителя, муж, жена и два брата с сестрой, муж, жена и два маленьких ребенка, муж, жена и два больших ребенка и так далее. То есть разная комбинация слова четыре человека, фраза четыре человека, поэтому от количества членов семьи и возраста и связи внутри семьи зависит как раз итоговая стоимость. В среднем это 250 тысяч на семью из четырех человек плюс, минус в зависимости от возраста и взаимоотношения внутри семьи. Это мы говорим про донейшн, если мы говорим про программу, когда вы покупаете долю в отельном проекте пять звезд на пять лет с возможностью дальнейшей перепродажи, то общая затрата на семью из четырех человек в среднем чуть выше, чем 330 тысяч, из них 220 это возвратная, условно-возвратная часть через пять лет. Что значит условная? Что значит условно-возвратная опция в принципе? Когда вы продадите вашу долю, ни мы, ни девелопер, ни государство ответственности взять на себя не можем, не может, поэтому продавать долю можно, но что будет через пять лет в принципе сказать мы вам достоверно не сможем. Через сколько лет вы продадите эту долю тоже не сможем и за какую сумму вы ее продадите тоже сегодня не сможем. Стоимость доли 220 она может идти в дисконт, может вырасти в цене, может продаться через год, а может через пять после прохождения необходимого срока. Первые траты, первые расходы, когда они наступают в текущей схеме и какой их порядок? Схема очень простая. Первичные траты на самом деле вообще это заключение, после заключения договора с Апекс Катерл Партнерс как лицензированным агентом программы оплата 50% за услуги компании. После этого идет сбор документов, подача, банковский комплайнс и представьте где-то срок в три месяца максимум. После того, как банковский комплайнс, проверка закончены, от нас требуют оплатить государственные пошлины. Государственными пошлинами мы подразумеваем дью-дилиженс проверку по безопасности, аппликейшн пошлину и процессами пошлину. Это три пошлины основные, которые должны зайти в Гренаду. Мы их платили с нашими аппликантами до недавно вышедших новых санкций спокойно из Райфайзена, Юникредита и прочих несанкционных банков. Последние несколько дней, опять-таки, после выхода новых санкционных условий, банки стали тормозить прохождение средств. Будем, возможно, и это уляжется и вновь закрутится этот процесс перевода средств, но будем находить другие варианты. Так, ну, и, вы знаете, на самом деле, я думаю, что, вроде, знаете, базовые вопросы все уже обсуждены, но, тем не менее, я все-таки еще раз хотел бы, может быть, повторить то, что вы уже сказали. Итак, вот этот вот тот минимум, чтобы зайти с большой вероятностью в эту программу, что человеку сейчас тогда нужно сделать? Он звонит вам, он, ну, как бы, минимальная консультация, на которой, я так понимаю, уже, ну, просто есть некоторые люди, которые даже и пытаться не стоят изначально, как я понимаю. И вы это на первой, на первой, ну, на первом собеседовании выясняете, так или нет? Да, да, все так. Да, как правило, мы не берем людей, у кого нет шансов, не нужно тратить время, наше свое и деньги. Как правило, это что? Дарья, пожалуйста, Филипп, сейчас это такое время, которое мы в жизни не сталкивались, с которым я 32 года занимаюсь этими вопросами и в жизни я такого не видел. Не видел все проблемы с оплатой, все проблемы с даже пересилки документов, все проблемы. но это просто настолько все странно и сказать, что мы можем все делать perfectly, что у нас система отлажена абсолютно на 100% нет. Нам нужно сейчас, если кому-то еще это надо, очень неприятно толкать людей, очень неприятно. Я не люблю, обычно люди думают об этих вопросах, они берут месяцы, иногда годы принимать решение, и это их право. Сейчас мы просто констатируем факты, факт, что нет времени, факт, что мы не знаем, что какое будет будущее, мы не знаем очень много, есть очень много вопросов, на которые нельзя отвечать. На то, что мы можем отвечать, это у нас еще неделя, в принципе, может быть, 10 дней собирать документы и подавать. И потом может быть через полгода что-то поменяется, но мы сейчас хотим, и я думаю, что правительство понимает, что есть такие последние люди. Это вот такая странная ситуация, с которой нам надо справляться. Так что времени просто нет, не из-за того, что мы не хотим давать Риму. Мы очень хотим давать Риму. соглашусь, да, мы на самом деле когда обычно проводили вебинары, у нас недели подготовки, потому что все это тема серьезная, обо всем надо порассуждать неспешно, а тут вопрос получения второго паспорта вдруг для определенной категории граждан. к сожалению это вопрос не только связан со вторым паспортом, со всеми жизнью за рубежом для русских. Везде сейчас делают все, чтобы им было сложнее. Это ужасно, я такого не видел никогда. Может быть иранцы знают этого, но Америка очень настроена и Европа настроена не только внутри Америки и Европы, а по всему миру закручивать гайки, не давать русским нормально жить за рубежом и нормально вести бизнес и так далее. И поэтому конечно второе гражданство поможет с этими вопросами и со многими другими вопросами это стало настолько более актуально даже сейчас из-за всех этих проблем. Но вот к сожалению такая ситуация. Окей. Ну давайте тогда уже по сути большую часть обсудили. Как с вами связаться? Мы сразу скажу буквально через часа по завершении нашего эфира Софья мы опубликуем просто пост опубликуем запись видео и контакты ваши чтобы с вами можно было связаться но в двух словах как это правильно по телефону что делать давайте так ватсап телеграм телефон кому как удобно Филипп связи путей связи много можно хоть на почту написать связываться и что человеку нужно будет делать там в ближайшие недели в ближайшие дни нужно будет прислать нам паспорт на предпроверку нужно будет хочет приехать в офис если в Москве приехать не хочет можно по зуму или по видеосвязи сделать звонок все выяснить подписать договор и собирать параллельно документы не дожидаясь пока какие-то там нюансы бумажные будут выполнены еще раз если кто-то хочет то можно ко мне приехать мы можем сидеть у меня собирать документы как правило есть уже какой-то паспорт они этот вопрос решили чуть раньше все-таки еще разочек вот тот минимум документов средств и времени которые нужно иметь повторим еще раз минимум документов паспорт внутренний паспорт внешний нотариально заверенные переведенные апостелированные срочным апостелем квитанция об оплате коммунальных услуг свидетельствующая о фактическом месте проживания человека это квитанция на телефон свет в газ воду на что угодно в электронном виде на нотариальный перевод в бумажном виде на нотариальный перевод три госформы как они выглядят из чего они состоят про происхождение средств и личную информацию это достаточно много анкетных вопросов но все присутствующие сейчас на вебинаре я уверена хотя бы раз заполняли или имели взаимоотношения с некими органами выдающими это то же самое а те кто открывал когда-либо счет за рубежом это вот как раз документы доказывающие происхождение средств под банковский комплаенс вот эти вопросы ответы на вопросы нам нужно получить мы их обработаем за сутки и отправим ваш файл на подачу дальше вы будете весь большой список документов доделывать но на это у нас уже будет хотя бы какое-то время окей окей ну и на самом деле еще раз повторю мы в нашем телеграм-канале буквально через час опубликуемые видео и опубликуем контакты с Софьей с тем что ну и компания Абекс Каберал Багнер с офисом в Москве для тех для кого это реально важно в двух словах буквально я понимаю вы сказали об этом Нурик говорить о том что будет дальше совершенно непредсказуемо совершенно и это зависит в общем даже может быть не столько от того что будет происходить на американском континенте от того что будет происходить на европейском да 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 ну все все зависит к сожалению настрои я я я в шоке честно говоря вот эта встреча с премьер-министрами то что большие люди из правительства Америки приезжали в маленькие семь китс на эту встречу я вообще настолько удивлен по большому счету второе гражданство для русских это настолько маленькая тема по в большом нашем мире и все что связано с геополитикой это это единицы это ну 500 600 700 людей в год это вообще ни о чем но Америка очень очень сейчас настроена закручивать все гайки они ездят по всему миру и даже даже в Сен-Кетс они приехали и к сожалению надо надеяться только на на то что что-то поменяется в лучшую сторону и что все вернется на свое место я уверен что все в шоке и будем надеяться что все завершится и завершится хорошо и все будут счастливы ну да тут к сожалению многие мои друзья говорят мы молимся но молить к сожалению не помогает ну что ж друзья на самом деле я думаю что больше даже затягивать не будем в случае когда время если не деньги то время это возможность это уж точно отсутствие времени от отсутствия этих возможностей поэтому контакты Софи и компания Апекс Capital Partners в ближайшее время в Телеграме где вы собственно и смотрите эту трансляцию спасибо вам большое что были с нами надеюсь надеюсь это именно было полезно и вне зависимости от того какое решение вы примете надеюсь что какая-то польза остаемся друзьями остаемся друзьями да польза от нашей вообще не была Софья спасибо Нури спасибо и в Телеграм-канале вся информация спасибо спасибо всем